здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос причем пишут что конкретно мне вы не только вы говорите что рай или ад это не место состояния души но если почитать отечник святитель игнатия бренчанина в этом сказано об адских муках и об огненном озере жди преподобного макария египетского и песок когда он встретил череп в пустыне говорится о том же даже евангельский богач просил помощи лазаря бы мучился в пламени как же в итоге понимать ад это огненное озеро или все-таки особое состояние глаз человеческий не видел ухо человеческое не слышала на сердце человеческое не приходило то что уготовал господь любящим его пишет апостол павел и мы отталкиваясь от этих слов говорим что нет человеческом понятий нам языке тех слов которые можно было адекватно отразить реалии иного бытия паки бытия ада и рая нам помогает в этом философия с помощью какие-то абстрактных понятий помогает нам в англии от иоанна которая максимально передать те слова спасителя которые он говорил не простым людям в галилее а ученым мужам и народу соответственно в иудее достаточно сложные непростые вещи между прочим и собственно то что вы слышите у стители игнатия в житиях святых но говорится тем людям которые никак иначе кроме как буквально не могут понимать никакой текст буквально исторически прямо какие еще аллегории какие еще особые смыслы какие еще метафоры вы что господь говорил четко прямо и понятно не может быть никаких других мыслей у тора 70 лиц до расслабьтесь вы что это все когда демагогия скажите да или нет все ясно и понятно вот скорее так все вот черви вот огонь вот мороз все понятно что вы тут рассказываете состояние души от запрет изнутри вечности нет ни времени ни пространства так как то нет вот я живу времени а потом времени не будет что-то велика мудрость свела тебя тесла десла с ума цитата из книги деяния кто не понял ну-ка без упоминания меня поэтому кто может вместить только то что в аду ты будешь гореть на самых-самых-самых жарких пригораемых сковородках настоящий черви настоящий огонь ну хорошо пусть тебя от греха отдаляет тебе страшно допустим ты боишься наказания замечательно мытроста феодора понимаешь буквально ну хорошо от греха тебя-то отдаляет замечательно то если ты понимаешь что что-то тут не так что-то слишком как-то просто а может за это простотой стоит нечто большее и величайшие умы современности древности находят за этими простыми символами такие глубины которые как говорится ни слова сказать не первому писать поэтому когда мы говорим с людьми которые могут вместить только какие-то буквально образы до спаситель их употребляла мы их употребляем вот огонь вот гиена хотят в принципе долина еном все равно даже даже здесь господь употреблял некоторый символ исторический который был понятен его слушателям такая недалеко от стены русалима к долина где постоянно горел огонь ибо сжигались нечистоты если кто-то понимал что вот она такая же долина где то есть вот там на небесах или где-то там под землей ну хорошо тебя-то останавливало от греха хорошо слушай так внимай дальше но это некоторая притча это некоторая метафора надо правильно понимать и лучше всего этим языком пользуется клави стоил пазелью из своем бессмертном произведении расторжение брака почитайте подумайте и решите просто что для вас ближе или мытарство феодоры или расторжение брака или черти и котлы или то что ада внутри тебя и ты живешь в нем гневаясь раздражаясь блудя служа языческим богам веря всякую дичь типа гороскопов номерологии прочих 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 эзотерических явлений если то и другое вас от греха отдаляет а богу приближает то и слава богу вот кто считывает эти символы не возвышайтесь на теме кто не считывает а те кто не считывает не говорите что все те кто думает и говорит не так как вы еретики и кощенники господь принимает всех главное чтобы то как мы понимаем заповеди божия приводила нас ко христу они к ненависти друг другу помоги всем нам господь да спасет он каждого из нас ими же весь судьбами внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и и и и и и и